Приветствую вас, мои зрители! Меня зовут Борис Ордин. Смотря на успехи кинематографической вселенной Marvel, DC из «Любви к день» фанатам решила создать свою собственную. Ведь пока их основной конкурент плодит один популярный фильм за другим, они сосуществуют, будучи на вторых ролях, пока трилогия о темном рыцаре Нолана постепенно забывается. Вообще странно, что имея такой большой набор колоритных персонажей, DC и их закадычные друзья Warner решили объединить разных героев в одном мире так поздно. Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Лично я был рад данному решению, особенно видя, как родная студия Стэна Ли удачно производит свой кинематик. Вроде все хорошо, поклонники получили то, чего ждали. Супермен и Бэтмен вместе, Метрополис и Готэм на одном материке. Вселенная DC комикс едина? Ура! Мы ведь ничего не забыли? Ах да, сериалы. Исторически так сложилось, что на голубом экране более популярные были проекты все-таки издательства DC. Тот же самый Смоллый стал самым длинным сериалом, основанным на комиксах. Целых 10 сезонов, да и ныне идущие не обделены зрительским вниманием. Лучом света в темном царстве по объединению стали Стрела и Флэш, а также, судя по всему, Атом. Но тот же Готэм к ним отношения никакого не имеет. Константин тоже стоит особнячком. В конечном итоге DC заявили, что их киновселенная и телесериалы не будут друг с другом связаны. Почему? Разве премьер Марвел ничему не научил, пока они по крупицам собирают своих героев воедино, DC просто говорят, а нафиг это надо? Что значит нафиг? Потому что это круто, когда герои могут появляться в соседних проектах, пересекаться постоянно, решать какие-то проблемы вместе. Кто-то скажет, создатели разных фильмов и сериалов не хотят смотреть на других, потому что им нужна свобода творчества. Парирую. Дело не столько в свободе, сколько в элементарной лени. Потому что городить от себя тяну, не согласовывая ни с кем, проще, чем продумывать все на 10 шагов вперед. Но у Марвела это почему-то получается. Видимо у DC нет своего собственного Кевина Файги, который смог бы контролировать все и вся. Кто-то скажет, ну пусть так, но у ТВ и кино бюджеты разные, что вызывает когнитивный диссонанс. Согласен, сериалы в масштабе спецэффектах проигрывают широкому экрану, что и получилось с агентами счета. Визуально они выглядят беднее тех же Мстителей. Но в сериалах можно делать сюжеты менее глобальными, дабы и массовка была поменьше, и графика попроще. А зрителей цеплять хорошей интригой. Да, больше использовать клиффхенгеров, почему бы и нет. Главное, логично их заканчивать. В общем, я не понимаю, почему DC против единой вселенной. Лично мне хотелось бы увидеть стрелу Амела, сражающегося рядом с Бэтменом Афликом. А что по поводу объединения думаете вы? Интересно было бы почитать ваши комментарии. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова